Здравствуйте! В эфире новости недели на канале Медвестник ТВ. Сегодня в программе Ассоциация по клиническим исследованиям просит Госдуму ускорить принятие закона о биомедицинских клеточных продуктов. Предложен регламент сертификации медиков, учившихся за границей. Специалисты эндокринологического научного центра представили современные методы лечения гиперпаратериоза. Прокуратура Омской области запретила устанавливать финансовые планы при оказании платных медицинских услуг. Минздраву запретили упоминать в рекомендациях торговые наименования лекарственных средств. В России предлагают передать поликлиникам полномочия по проведению медико-социальной экспертизы. Смерть пациента в одной из больниц Белгорода привлекла внимание Следственного комитета. Ассоциация по клиническим исследованиям направила обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона о биомедицинских клеточных продуктах. В ассоциации выразили опасение, что если законопроект не будет принят в эту сессию, его не примут вовсе, так как осенью парламент ждут перевыборы. Как говорят эксперты, отсутствие закона блокирует клинические исследования препаратов клеточной терапии. Это лишает пациентов доступа к современным инновационным технологиям. В результате фармкомпании и контрактные исследовательские организации даже не рискуют подавать заявки на проведение подобных исследований в России. Тот проект закона, который мы имеем с клеточными технологиями, он точно так же, как с законом обращения лекарственных средств, предполагает, что зарегистрировать вот этот клеточный продукт без локальных исследований, либо без участия России в международных исследованиях невозможно. И получается, если сейчас Россия отказывается от участия в международных исследованиях, то в худшем случае компании придется проводить локальные исследования. Точнее, это в лучшем случае. А в худшем случае она просто плюнет на Россию и не придет сюда. Эксперты отмечают высокий интерес к проведению международных клинических исследований клеточных продуктов в нашей стране. Одно из предложений – не дожидаясь принятия закона, разрешить проведение исследований в рамках действующего законодательства. Минздрав разработал проект-приказ о подтверждении административного регламента по выдаче сертификатов медикам и фармацевтам, обучавшимся за границей. В административном регламенте детально описаны состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения. Общественное обсуждение документа продлится до 3 июля 2016 года. В России гиперпаратериозом страдает до полутора миллионов человек. При этом длительное время болезнь может протекать бессимптомно. О сложностях диагностики гиперпаратериоза рассказали ведущие российские эндокринологи. Подробности в репортаже Татьяны Бескаравайной. По оценкам специалистов, диагностика гиперпаратериоза в России проводится недостаточно полно. В результате значительная часть пациентов попадает к врачу тогда, когда последствия заболевания уже трудно устранить консервативными методами. Неизбежный итог – операция. Олег Лебин – один из таких пациентов. Из-за непроведенной вовремя диагностики ему пришлось проводить операцию по пересадке почки. Врач обнаружил, что плотность костей не соответствует норме. По-моему, плотность костей была меньше нормы, процентов на 35. Состояние ухудшалось, и в эндокринологический центр я приехал на костыля. Основная задача врачей – выявлять заболевание на ранних этапах. Тогда предупредить наступление осложнений гораздо проще. Проблема в том, что часто гиперпаратериоз никак не проявляет себя клинически. Его часто принимают за синдром хронической усталости или потерю аппетита. Пациенты наблюдаются у кардиологов, просто у терапевтов ходят. Часть пациентов еще с депрессивными расстройствами, и, соответственно, у них нет желания обследоваться. Они думают, что это возрастные изменения, и, соответственно, с ними делать ничего не нужно. В итоге больной попадает к эндокринологу только когда уже у него начинаются серьезные проблемы. Это камни в почках, деформация и разрушение костей. Вторичный гиперпаратериоз часто становится причиной развития инфаркта миокарда, тяжелой гипертонии, нарушений кровоснабжения ног, что приводит к ампутации. В особой группе риска женщины старше 50 лет. У нас, если мы исходим из общей популяции, 1% населения имеет первичный гиперпаратериоз, а процентов 17 в разных группах, но в среднем. Среди женщин старшего возраста в менопаузе до 80% пациентов могут иметь вторичное повышение парадгормона. Предупредить о развитии тяжелых осложнений возможно. Нужно только ввести в программу диспансеризации регулярное обследование на нарушение фосфорно-кальциевого обмена. Если мы исходим с точки зрения экономической целесообразности, то выявить это заболевание на ранних этапах гораздо дешевле, чем потом лечить запущенные случаи у этих пациентов. По словам экспертов, прежде всего показатели фосфорно-кальциевого обмена нужно отслеживать у пациентов с мочекаменной болезнью, остеопорозом, болями в костях, частыми переломами, нарушениями питания или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также после операции на желудки и кишечники. Ну и конечно, в целом лучше информировать врачей, чтобы те своевременно направляли пациентов к узким специалистам. Дарья Зарубина, Татьяна Бескаравайная, Андрей Лисиченко, Медвестник ТВ Прокуратура Омской области запретила устанавливать финансовые планы при оказании платных медицинских услуг. Предписание вынесено в отношении руководства городской поликлиники номер 11. Поводом стало обращение в прокуратуру самих сотрудников учреждения. В 2015-2016 году администрация ЛПУ выпускала приказы об остановлении финансового задания при оказании платных услуг. В соответствии с ними врачи-стоматологи-терапевты должны были обеспечить оказание платных услуг в каждом месяце на сумму 50 тысяч рублей, а с марта 2016 года на 55 тысяч рублей. От выполнения показателей финансового плана зависел размер заработной платы. В итоге, 16 марта 2016 года, приказ об остановлении финансового задания был отменен. При этом юристы уверяют, что с точки зрения закона в действиях администрации не было нарушений. У нас в стоящее время ни одним нормативным правовым актом не запрещается установление, в том числе, определенного финансового плана для работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что администрация ничего не нарушила, если медицинские работники принимали участие в оказании платных медицинских услуг с собственного своего согласия. По словам эксперта, если работник оказывает платные услуги и получает дополнительные вознаграждения, администрация вправе устанавливать финансовый план. Администрация вправе совершать его заработную плату, но опять же в той части, которую он получает за участие в оказании платных медицинских услуг, но не в той части, которую он получает за свою обычную работу в соответствии с данным договором. В прокуратуре сослались на то, что прямая зависимость между объемом денежных средств и размером заработной платы главного врача и врачей стоматологического отделения создает предпосылки к злоупотреблению. Кроме того, возникает риск навязывания платных услуг в ущерб ОМС. Федеральная антимонопольная служба потребовала от Минздрава убрать из методических рекомендаций по диагностике и лечению гриппа торговые наименования лекарственных препаратов. Отметим, что еще в апреле этот документ признала незаконным и Генпрокуратура. По мнению ФАС, это может привести к недопущению ограничению устранению конкуренции. Антимонопольщики потребовали в срок до 17 мая 2016 года внести изменения в методические рекомендации. Ранее, комментируя опубликованные на сайте Минздрава рекомендации, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Ирина Шестакова отметила, что в процессе их подготовки не принимали участие производители лекарств. Указанные в методических рекомендациях препараты имеют высокую доказательную базу эффективности как в лечении, так и в профилактике гриппа. Правозащитники предлагают передать полномочия по медико-социальной экспертизе врачебным комиссиям в поликлиниках. Письмо со своим предложением они направили Дмитрию Медведеву. Его подписали председатель Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Врачебная комиссия, есть надея, что она будет намного объективнее, во-первых, потому что на этом учреждении, при котором врачебная комиссия работает, лежит ответственная за здоровье этого человека и до инвалидности, и во время инвалидности, и после инвалидности. И комиссия всегда может позвать лечащего врача, этого пациента, задать ему уточняющие вопросы, чего никогда не делают МСЭК, который вообще этого пациента видит, может быть, единственный раз в своей жизни и не отвечает, собственно, за последствия своих действий. В качестве доводов они приводят доступность поликлиник для населения. Кроме того, авторы письма указывают на возможность экономии финансовых средств, которые сегодня идут на содержание Бюро медико-социальной экспертизы. По данным Минтруда, ежегодно в России на эту работу из бюджета выделяется около 10 миллиардов рублей. Фактически половину, наверное, своего времени врачебная комиссия тратит как раз на работу с инвалидами, направляют их на МСЭКи, определяют там потерю трудоспособности, частичную профпригодность, направляют на ВМП, разбираются с конфликтными ситуациями. В свою очередь, Минтруда уверены, что это может привести к повторному росту численности инвалидов на 30-35%. Следователи проводят проверку по факту гибели Белгородца, которого в течение четырех часов возили на карете скорой помощи из одной больницы в другую. В итоге 38-летнему мужчину согласились принять в одном из ЛПУ, но рано утром он скончался. В ходе проверки будет установлена причина смерти пациента, а также является ли несвоевременное оказание медицинской помощи следствием его гибели. Проверку поручено провести и Росздравнадзору. В связи с появлением в СМИ информации о смерти мужчины в городской больнице номер один города Белгорода по причине несвоевременного оказания ему скорой медицинской помощи, министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту. Это были новости на канале Медвестник ТВ. До встречи на следующей неделе и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова